Это анализ рынка 19 января 2022 года. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в минусе, фичи США есть в минусе, нефть в плюсе, 88,3 доллара за баррель. Фон в целом на сегодня негативный, но запомните одно, что на тонком рынке сегодня по утру сливают акции, потому что нету ни хера ликвидности. Вы думаете, просто так Мосбиржа подобные торги вела 7 утра? А-а. В российском рынке, я вчера еще вам сообщал, что было очень много плечевых лонгистов, и их сейчас отправляют буквально на маржин колы, на тот свет. В моей личной ситуации, я сейчас формирую среднесрочные позиции. У меня откровенно фиолетовый, что вы будете делать, как вы будете поступать, я лишь озвучу свою сделку по рынку. Сейчас то самое время, когда на панике российский рынок время покупать. Чуть позже в этом видеоролике будет летально данный аспект обговорим. Перед началом данного видеоролика хотел бы презентовать телеграм-канал Винни-Пух. Свежая аналитика с лучшими покупками на рынке, один из популярнейших и честных телеграм-каналов в Содружестве Независимых Государств. Подписчики называют его русским Илоном Маском. Идеи реально свежи и революционные. Подписка необходима каждому инвестору, и ссылка на данный телеграм-канал находится в описании к данному видеоролику. Все мысли, новости, торговые сделки и мнения по рынку российскому и западным рынкам данный админ телеграм-канала публикуют на своем телеграм-ресурсе. Повторяю, ссылка в описании к данному видеоролику. Так вот, переходим теперь к рынку. Индекс РТС. Недельный график. Посмотрите, какая картина вырисовывается. Просто настолько фишебенительно, что мне лично абсолютно нерентабельно на нее смотреть. И пока сейчас основная толпа армагеддонит, говорит, что все, начало 2008-го, начало 2014-го. Геополитика бьет по шарикам. Яички разрываются. Как саперные снаряды. И вот когда такие сукареки идут на рынке, нужно закупаться на. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, в который раз повторяю. Но я лично сейчас начал ввести среднесрочный набор российских бумаг. Вот просто посмотрите, месячный график. Вот я еще раз напоминаю, посмотрите, какой же тут треугольник. Ну просто АБЦДЕ. И он сейчас тестируется, этот треугольник. По индексу РТС. И видите, я вот много раз говорил одну простую вещь, что у нас есть двойное, сука, дно. Но, сука, не было теста двойного дна. Говорил об этом в 2021 году, говорю об этом сейчас. Как его протестируем, а мы уже его тестируем. Войдем в фазу боковика, еще одно двойное дно, и пойдем уже вверх. В рамках третьей глобальной волны роста. Я еще раз напоминаю. Вот так выглядит рост российского рынка. Не то, что вам презентуют какие-то дебилы рыночные. А то, что указано в математической составляющей этого рынка. Рынок это алгоритмы. Рынок это цифры. Рынок это математика. Рынок это сраная геометрица. Сраная алгебра этими долбами логарифмами. Вот что такое рынок. Это движение, указанное на годы вперед. И если вы сейчас паникуете, ну так сидите там на вкладах и не орите там во весь рупор рынка, то, что вас там какой-то человек натютюжил, вас всех обманули, а вы, сука, блядь, мягкие и пушистые. Типичный совковый менталитет. Я по-другому это не могу назвать. Государство, которое воспитало инфантилизм. Советский Союз. А его так все восхваливают. Ведь государство нас тогда задумывалось. О нас думали тогда. Ну вот, сейчас о вас никто не будет думать. Я лично сейчас озвучу свою сделку в рынке. И я еще раз говорю, я набираю среднесрочные позиции по российскому божественному рынку, фиксируя дивидендную доходность в районе 14% годовых и выше. И завязывать уже реально искать крайних. Потому что этот инфантилизм в ваши годы, в 40, в 50, там, блядь, в 60 лет указывает лишь на одну простую вещь. Что скудаумие ваше второе имя. Я обращаюсь к тем, кто вчера нам возгласы свои писал, искал бесплатную жилетку для нытья. И сегодня поутру. Вот запомните эти вещи, господа. Поэтому рост российского рынка неизбежен. И я сейчас обосную почему. Нефь марки Брэнд. Он торгуется внизу на 20 долларов за баррель. Или он все-таки на 90 долларов за баррель торгуется нефть. А может быть мне кажется, может быть нефти вообще не существует. 88 долларов 50 центов за баррель. У меня один вопрос. Нам уже коммерсант здания намекает то, что Ау, новички-биржевички, там нефть по 90. С чего вы взяли то, что крах рынка будет? Вы понимаете, что это означает? Это означает то, что нефть по 90 равно нефти рубль, черт возьми, по 7 тысяч рублей за бочку. Ой, и я и тут оказался прав. Нефть в рублях 7 тысяч рублей за бочку. Как такое может быть? Не так ли? А нефть все выше, выше, выше. Я вчера нефт локально пришортил. 1% коррекции взял. Кстати говоря, сегодня вполне себе резонно, что нефть отправят на 88.50 дефис 88.70. Вот на это сопротивление. Но учитывая то, что нефть у нас перегрета, я бы все-таки ожидал потенциальную коррекцию в ней в дальнейшем. Вот. Но да это давление ценовое, которое у нас впереди будет, как-нибудь на российском рынке, будет отражаться негативно? Нет. Нефть в рублях 7 тысяч рублей за бочку. Даже будет 6500. Нефтегазовая компания России будет фиксировать гипердоходы. Их потом обяжутся плачивать гипердивиденды. Поддержка для рынка гиперсущественная. В общем, по нефти, я думаю, вы картину поняли. Далее природный газ. Но тут я повторяюсь, картина мне вообще нифига не ясна. Почему? Потому что да, есть восходящий тренд, есть гэп на уровне 3.90. Просто, учет в том, что этот инструмент рынка гиперволатильный, закрытие гэпа может отсуществиться. Но цена может пойти и выше, я не знаю куда. Может низ, может верх, без понятия. 50 на 50, как говорится. Поэтому природным газом на текущей неделе я не торгую. Далее серебро платит на палладе. Ну, и золото еще. По золоту 1805 ждем. По серебру вчера был какой-то памп ценовой в 19.00. Вынос на сопротивление 23.50. Пошли через конспирологические теории о том, что в серебре якобы начинается глобальная игра. Мол, когда участники рынка поймут, что инфляция перманентная, то есть долгосрочная, то серебро переоценят. Да, конечно, ее переоценят. Но говорят о том, что сейчас серебро указывает на грядущий тренд в долгосрочном восходящем движении, отчасти могу согласиться. Но локально вынос на 28.00 я бы сейчас не жал. Если бы, и вот повторяюсь, если бы вчера, допустим, цена бы выросла, процентов бы на 10 куда-нибудь до уровня 25-26 долларов за баррель. Хотя нет, врун, 10 это слишком мало. На 12 процентов. Я бы сказал, черт возьми, тут реально кто-то сидит. Покупатель. Но пока такого я не вижу. В общем, сегодня будем торговаться вблизи 23 долларов 50 центов. Тут сопротивление проходит. Что касается платины, боковик, 950 дефис, 1000 долларов за унцию. Торговаться будем на поддержке 970. Палладий, та же самая ситуация. Торговаться будем на поддержке 1869. Далее пара рубль-доллар. Один клерк говорит то, что рубль рухнул. Второй клерк говорит то, что рубль укрепился. Третий оригофрен говорит то, что грядет пришествие инопланетян лет через 25. А что говорит Михайлович? То есть я говорю одну простую вещь. Где вы видите ослабление рубля? Вот я не вижу его. Ослабление рубля это крах рубля в 2-3 раза. То есть хотите сказать, что 1% рубль рухнул. Ой, блин. Рубль рухнул. Что же происходит-то? Серьезно? То, что целимся на сопротивление 7,750 я озвучивал еще в воскресенье. Когда мы еще вот здесь были. 7,750. Дальше я жду укрепления рубля и разворот всего российского рынка. Так что, ну, паниковать. Хотите паниковать, паникуйте. Мне это как-то фиолетово. Но если вы здравомыслящий трейдер, то скоро надо будет шартить доллар. Играть на укрепление рубля, как говорится. Далее такие акции, как Газпром. Я не буду затраивать сегодня китайские бумаги. Хуй бы с ними. Американский рынок вообще в сорокотан его, блядь, загонять надо. Российский рынок. Только российский рынок. Газпром. Вот что вы здесь видите? Я здесь вижу гигантскую, потенциальную, гиперболическую, до невозможности, возможность. Лютишево от сколько бумаги. Я вчера говорил, сегодня говорю, что черт возьми. Вот сейчас выбивают всех спекулянтов-плечевиков. Их на маржин-кол отправляют. И вот смотрите. У нас рынок сейчас падает не из-за того, что геополитика или еще чего-то. Забудьте эту чушь, что лабуду. Не из-за этого он падает. Это биржевые механизмы заработали. Из-за переизбытка плечевых лангистов, которые копились примерно вот здесь, на этих уровнях. Даже опять чихнул и довольно больно чихнул. То есть подтвердил, подтвердил свои слова. И поэтому не удивляйтесь, если, допустим, Газпром закроет неделю, в эту неделю, вот в таком формате. Не удивляйтесь, господа. Если закроет неделю в таком формате... Черт. Если он в таком формате неделю закроет, тогда у нас будет сигна тому, что покупатель здесь просто лютише сидит. Хотя, на мой взгляд, все равно Газпром закроет неделю с таким вот шипом. Либо на поддержке 307, либо на поддержке 200-300. Вот на одном из уровней закроется. Но может закрыться и выше на 315. Это просто как техническая мысля в рамках теханализа. Ой, кстати, в Газпроме потенциальная диво доходность в районе 45-50 рублей от текущей цены уже примерно 16% годовых. Это у меня опять же вопрос. Вы думаете, рынок, черт возьми, такую халяву оставит в дальнейшем 16% годовых? Нет. Он эту голубую фишку просто возьмет и резко в дальнейшем на нормальном потенциале переоценит. Так что я не думаю, что здесь какие-то военные конфликты могут быть, либо еще чего-то. Ну это уже просто бред, это уже фантазия олигофрена, так называемая. Опять же, еще четко в рамках волнового анализа идет. Вот волны Газпрома. Люди, мы об этом с вами говорили еще и полгода назад, когда Газпром стоил по 400. Я вам говорил, что вы дебилы, если покупаете по 400 рублей, он будет ниже. А он упал реально до тех уровней, которые я обозначивал. Вот сейчас я Газпром покупаю, между прочим. Лесенькой понемногу почую. Также я покупаю фонды на российские акции. А потом я жду перехая Газпрома. Перехая уровня 400. Поверьте, такие дивиденды весь российский рынок гиперактивно переоценят. Поэтому на дневном графике перепродность есть, есть. Ждем возврат дальнейшего на сопротивление 307, 315 и 300, наверное, 25. В общем, паникуйте, паникуйте. В то время, как четкие ребята будут загружаться позициями. Паникуйте. Позволяем. Сбербанк обычкам. Такая же картина, как и в Газпроме. Недельный график. У-у-у. Недельный график пришли на трендовую линию. Пришли на очень резкие уровни перепродности, экстреммы. На сильную поддержку, оказывается, мы еще пришли. Я в шоке. Ждем возврат цены за ЕМА-200 на 250 рублей. Ждем, ждем, господа. Вот сейчас этих идиотов выбитут с позиции. Те, кто на плечи сидел, ланговал весь российский рынок. И вот потом уже развернемся. С Эльми даже 3С плюсом. Вот, к примеру, сейчас дивидоходность Сбера равна 11-12% годовых. Вопрос, опять же, в такой голубой фишке. Она на халяву даст ближе к июню, июлю? Нет, не даст. Он потом переоценит все это. Я пользуюсь возможностью. ГМК Норникель. Такая же ситуация. Дивы высокие, никель высокий, паладии на высоких уровнях торгуются. Все товары базовые, чем барыжат ГМК, торгуются на хаях. Это сырьевой цикл. Если вы думаете, что сырьевой цикл закончился, ну, вы просто, я не знаю, мне с вами-то не о чем говорить. Ждем возврата ГМК на уровень 21 тысячи рублей. Вот, как-то так. А вот сегодня что-то происходит на демном графике? Да, в принципе, ничего плохого. Так что ждем возврата на вышестоящие уровни. А потом пойдем закрывать ГЭП. Вот здесь ГЭП. Да, 23 тысячи, что ли, он образовался. Я посмотрю еще раз. Ну да, 23 тысячи 700 рублей. Далее, полюс золота. Честно говоря, за эту контору тоже так краем глаза наблюдаю. Единственное, что бы, точнее, где бы я приобрел ее? Вот, наверное, здесь 10 тысяч 700 рублей. Ну, либо 9 тысяч 900 рублей. Я вот тут ее подкупил бы. Вот. Соответственно, ничего критического не наблюдаю. Я об этом еще и раньше предупреждал, говорил. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Все. Вопросы есть? Вопросов нет. Далее, Татнефть обычка. Тоже публично ее удалось вчера спекульнуть. На 470 покупал. На 480... 1,82 раздавал. Ну, тем самым, 2,5% на 3 дня взял. Вот. Отвечая на вопрос. Интересно ли я подпокупу сейчас, Татка? Ну, с точки зрения, наверное, среднесрока, да. Буду ли я ее покупать в среднесрок сейчас, Татнефть, я подумаю. Мне интересуют сейчас, в первую очередь, голубые фишки, это в виде Газпрома, Сбера и металлургов российских. Ну, еще пару энергетиков в виде, там, Юнипро. Татку я подумаю. Вот. Ну, опять же, отвечая на вопрос. Ждать ли здесь краха цены? Ну, блин, я не знаю, господа. Я уже залбался объяснять. При нефти в 90 крах цены. При нефти в 7000 крах цены. То, что сейчас просто это биржевый механизм, не более того. А то, что вы ждете, это уже ваша фантазия. Юнипро я тоже рассматриваю от 2.49. В принципе, цены интересные. Вырисовываются здесь на неделем графике. Там цель основной я ставлю на закрытие ГЭПа. Примерно отсюда, если посмотреть. Ну, процентов 10 может заработать, можно будет. Но, опять же, это чисто спекулятивно, Юнипро. Это чисто спекулятивно. Хотя, если брать, к примеру, в среднесрок позицию Юнипро, да, то она дает доходность в районе 10-11% годовых. И она в боковике. Это квази-облигация, так называемая. Например, зафиксировать доходность по текущим уровням, почему бы и нет. По крайней мере, я в боковике, я ее уже который год торгую, и пока проблем не наблюдаю. Кстати говоря, тоже детский мир. Компаж, которым я, в принципе, ну, так чисто, вот знаете, под спекуляцию интересно. Опять же, недельный график на сильных уровнях поддержек, костром перепроводности имеются. Вообще, в идеале, ждем приход вот сюда. 125 и, может быть, 130. Поэтому детский мир я, пожалуй, под оборот возьму. Ну, вот, либо 15% годовых, либо 20%. Ну, не годовых, а за сколько я могу заработать. В общем, почему бы и нет. Почему бы и нет. Потому что паника, она рано или поздно в РФ закончится. Вот. И потом все нормально, устаканится. Кстати, что касается металлургов, Северсталь, ММК, НЛМК. Вот что я по Северсталь, ММК, НЛМК могу допустить. Поход ниже. Северсталь 1385, ну, 1380 пусть. Вот на эту поддержку. НЛМК. Поход на поддержку уровня вот сюда, 192. ММК. Поход вот сюда, на 55. Но это, знаете, вот еще раз, дивдоходность, давайте сравним, и цену на сталь. Цены на сталь просто начали опять расти. Инфляция, 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 бла-бла-бла, 50%. Мы с вами понимаем, что трендовой инфляцией быть. Это стагофляция. Все. Но она будет волнообразной. Сейчас первая волна роста инфляции завершается, по факту. Потом перед рецессией коррекция. Потом опять вынос инфляционный будет. И 50%. Потому что американцы обречены запускать свой сраный печатный станок до конца своего существования, по факту. Пока они на геополитической карте мира существуют. И, соответственно, это неизбежно, как говорится. И на фоне инфляции растущей, ну, с переходом в текущую, переходишь в стагофляцию, опять же, металлы будут расти. И металлурги будут неплохо себя чувствовать. Вот с точки зрения, опять же, если брать средний срок на горизонт, допустим, до июня-июля, ну, так спекулятивно, вот, до девосечек таких массовых. Блин, ну, я Северсалим МК и ММК реально рассматриваю. Реально рассматриваю. Далее, Ростелеком и МТС. Недельный график Ростелеком, ну, вот просто, вот я не знаю, как по-другому сказать, реально классная картина. Вот по мне реально классно, вот говорю без фальша. Опять же, месячный график. Вот просто вот четкие волны. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая восходящая была. Это коррекционно по отношению к первой волне идет. То есть, первая волна в упройденном, все, вторая коррекция. Третья, ждем восходящего движения, там, к 120, к 130 и выше. Извините меня. Ростелеком планирует в ближайшем будущем свои денежные доходы диверсифицировать путем развития других видов бизнеса. Не только телеком бизнеса, но еще других видов. Черт возьми. Кто сказал, что у них не получится? Госкомпания на подсосе у государства находится. Деньги, если надо, ей выдадут. В общем, ждем роста, ростелекома, как минимум, к сопротивлению 85-90. Все, я ее беру в оборот, эту компанию. О, даже, возможно, от текущих уровней. О, обалдеть. Дивдоходность, между прочим, от текущей цены составляет плюс-минус 10% годовых. Вот еще раз, рынок даст такую халяву голубой фишки? А-а, не даст. МТС, вот еще раз, в идеале МТС 50 на 250. В рамках текущей формации треугольник. Вот он, треугольничек-то. Ну, я еще раз повторюсь, что в компании все нормально, как и в Ростелекоме, проблем нету. Вот, поэтому цель пока вот сюда, 250. А вот там я готов к бумажке вообще присмотреться. К МТС, к МТС. Ну, и вишенка на торте, это Финекс, Раша, российский рынок. Ну, что надо тут сказать-то? Недельный график посмотреть надо бы. Ну, он идет с этим за индексом РТС. Финекс вот этот. Чисто за индексом РТС. Не более, не менее, чисто за индексом РТС. Должно, видите, написано Финекс, РТС. Поэтому по Финексу, что я тут позицию тоже по себе начну набирать. Постепенненько, по чуть-чуть. Я сейчас не боюсь такие вещи озвучивать. Все равно паник, он закончится скоро. Вот. Ну, постепенно подкупаю. Если говорить про спекуляцию, в рамках текущего нисходящего канала, цель будет вот здесь. Примерно вблизи 40 пунктов. Вот первая цель, это сколько? 10%, вторая, вероятно, это уже 14% на 42%. Но если брать с точки зрения, к примеру, среднесрока среднесрочного, как минимум до июля, я думаю, здесь будет поход вот сюда. На 46-48. Извините меня, еще раз. Див доходность гипервысока. В российском рынке. Халявы не дадут. В этот, сука, лет уже одну ту же картину наблюдаю. И, ну, я не знаю, парадигма нашего рынка не меняется. Вообще. Он стабильнее всех стабильнее. Тут стабильность капитальная. Вы же хотели стабильность? В Российской Федерации. Как в Совке было раньше. Вот, получается стабильность. Российский рынок стабильно все. Все стабильно. Все по-старому. Ничего не меняется. Это офигенно. Торговать одно удовольствие. Да, я, кстати, фьючерс на индекс РТС. Картина какая в нем? Картина в нем очень неплохая, скажу. Как и в индексе сервиса. Я, кстати говоря, вчера тоже немножко залонговал фьючерс на индекс РТС. Ну, цель я по отскоку на РТС ставлю вот здесь вот. 158. 800. Такая заглавная цель. Видите, сопротивление сильно. Но локальная цель это вот 150 тысяч. Ну, посмотрим. Либо у 9%, либо у 15. Удастся с этой сделки взять. Смотря на сколько у меня хватит терпения. Поглядим, поглядим, поглядим. Поэтому, подводя итог, по рынку вообще ничего критического не происходит. Вы, конечно, извините меня, но это уже высший сорт олигофрении. Говорить то, что идет повторение 2008-2014 года. Вот просто, знаете, вот реально вопрос у меня один. Вот работа, психология, вот именно головного мозга, вот этого помойного ведра в башке человека. Потому что говоришь человеку одно, он воспринимается по-другому. Говоришь по-другому, он воспринимается по-одному. Говоришь по-третьему, воспринимается по-десятому. И это, мягко говоря, меня напрягает. Потому что доносить информацию, оно все сложнее и сложнее. А говорить на том языке, на котором говорит большинство, становится, опять же, невыносимее. И, соответственно, я раньше предупреждал еще в октябре, что российскому рынку он корректируется будет, он перегрет сильно. Все, все. Сейчас я говорю, что я закупаю среднесрочные позиции и в частности дивидендные бумаги. Но покупать вам или нет решать сами, потому что я по большому счету только озвучил свою сделку по рынку. А в остальном я реально рад тому, что паника наконец-то наступила. Реально, наконец-то. Потому что перспективу в 2022 году российский рынок акций тоже имеет. Вырасти именно те бумаги, которые я в этом видео обозрел. Вот на них я акции, в принципе, и делаю, ставлю. В общем, картина, конечно, интересная. Но как будете поступать вы, решать именно вам. Поэтому сегодня ждем продолжение такой паники. Вот. Я же лично буду набирать позиции дальше. Блин, мне настолько насрать на чужое общественное мнение, просто не поверите как. Что я просто буду брать, 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 еще раз брать, пока дают. А когда уже все участники рынка будут друг друга наяривать в биотуалетах, я просто первым из этого психологического запоя выйду. Скажем так. Ну, не преимущество запоя, а вот эта психологическая яма, там гейфория одна происходит. И порадам все к чертовой матери вплют. Вот как всегда. Как всегда. В общем, как-то так. Как-то так. На этом все. У нас имеются медиаресурсы в каждом описании под каждым видео. Наши телеграм-каналы. Рекомендую вам на них подписаться. Наша вконтакт группа. Рекомендую на нее подписаться. И инстаграм-каналы. Рекомендую тоже на нее подписаться. Также у нас имеется данный медиаресурс. Скажем, закреплен в сообщении под каждым видеороликом. Третий пункт. Наши телеграм-каналы. Четвертый. Инстаграм. Пятый вконтакт группа. Ну и помните, если вы среднесрочник на рынке, вы, блин, обречены на прибыль. Если вы психоделик на рынке, вы обречены на бутылку в жопе, как всегда. Если вы неадекватный человек, вы обречены на перестекление на рынке. Если вы человек адекватный, вы обречены на тройную прибыль на рынке. Просто помните, что время, грамотность, стратегия и что-то там еще, по-моему, риск-менеджмент. Ваши, мои, дяди Петин, тети Мотины, Бабы Дусины, главный союзник. Я по-другому это не могу сказать. Говоря одно и то же, у меня уже летает пластинка, просто как попугаем рыночным. Одно и то же повторяю каждый раз. Просто соблюдайте риск-менеджмент, и все будет в порядке. А про накопление кэша я говорил еще в декабре. Кэш не трэш, кэш не мусор, кэш спасение. Вот сейчас это спасение наступает. А у меня еще 55% кэша, который я буду парковать в рынок. На этом все. Благодарю за внимание, до свидания.